МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия, Китай, Малайзия и Таиланд борются за чемпионство на зимних роли-гонках. Соревнования проводятся в Китае. За нашу страну выступает благовещенский гонщик Сергей Зубов. Спортсмен, который у себя на родине выступает в ледовых гонках на легковом автомобиле, здесь соревнуется на джипе. Первый из пяти этапов уже состоялся. Сергей пока седьмой в таблице. Дистанцию благовещенец преодолевал на авто, которое предоставили китайцы. На прошлом этапе эта машина проиграла гонку не на время, а на расстояние. Когда ее гнали в Дацин, на следующий этап машина сломалась. Рядом со мной гонщик из Таиланда. Это наш новый друг. Мы сегодня с ним разделим одну машину на двоих. Видимо, китайские товарищи наши не смогли починить мой автомобиль ночью. Доброе утро. Сегодня отличный день. На этом этапе мне придется делиться машиной. Все хорошо. Машину тайцу тоже выдали организаторы. Свою он привезти через океан не смог. Судьи сказали, что на этом этапе Сергею придется ехать со штурманом. Это человек, который управляет гонщиком в то время, когда он управляет машиной. Штурманом становлюсь я. Есть у меня штурман в Благовещенске. Зовут Волгенко. Набережная Геннадий. Отличный штурман. Очень хороший мальчик. Парень. Пока мой пилот вещает со сцены, я успеваю дать интервью местному китайскому телевидению. Рассказываю о том, как здорово быть штурманом. Очень страшно в самом деле. Я сниму очки, чтобы это не видеть. Перед нами трасса длиной в 10 километров. Она проходит по озеру Лень-Хуан-Ху. Почти весь трек без резких поворотов. Они встречаются лишь на финише. Стартуем седьмыми, потому что в прошлой гонке заняли седьмое место. По каждой очереди организатор соревнований, мистер Ли, заботливо поправляет мне прическу. Красота тут не главное вообще. Это на самом деле. Я еду без ремня. Что правда, то правда. О прическе позаботились, а о безопасности нет. Кресло для пассажира не оборудовано для гонок. Приходится спасаться тем, что есть под рукой. Этот Паджиро, на котором мы сегодня ездили, он хотя бы разгонялся до 140. Ну чего, конечно, было просто мало. Я не знаю, там можно было и до 180 на этих прямых разгоняться. То есть я ехал 140. Мне этой скорости достаточно, чтобы испугаться. Едем, кажется, вечность, а проходит всего минут пять. К финишу подбираемся эффектно. И тут же совершаем ошибку. Проезжаем мимо поворота. Главное не задеть флажок. Тогда ко времени прибавит 30 дополнительных секунд. Конечно, я сам сплоховал в таких резких во всех поворотах на финише, которые были. Меня немножко крутануло на повороте. Пришлось останавливаться, чтобы не сбить флаг. Я сказала, дрим будет или нет? Вот этот вопрос... Это мигнуло, да? Да, этот намеком подтолкнул меня на этот дрим. Машину-то не пробовал. Зато я молчала и не бежала. Я почти не кричала. Классный у меня был сегодня штурман Стругачева Ирина. Она даже на поворотах подсказывала мне, когда нужно тормозить. Может быть, иногда она подсказывала это раньше, чем надо, но тем не менее. Пять минут... 40... ой, 35 секунд. 35 секунд, мы крутые. Опа! Можно мне снять шлем? Откатавшись, принимаемся наблюдать за нашими новыми друзьями из жарких стран. С ними мы делим машину. Первый раз ехал по снегу. Машину постоянно заносило. Я привык ездить по грунту. Несмотря на то, что у нас нет снега, у нас проводятся ралли. Мы ездим в лесу и джунглях. Здесь кататься на снегу и льду пока немного получается. Машина, которую нам дали организаторы, хорошая. Главное, что в ней тепло. Каяц особенно вообще не хочет в Россию ехать. Когда мы с ним разговаривали, да, там беседовали, что, ну, про эти гонки, да, он пригласил меня в Таиланд, я его в Россию. Он на снегу нарисовал. Раша, минус 25, Таиланд плюс 35, разница температур 60 градусов. Он перечеркнул просто Раша, ноу-ноу, я не поеду. Вечером для спортсменов вновь устраивают концерт. Китайцы раздают награды. Нашего спортсмена на сцену не зовут. Позже ему за четвертое место вручают конверт. Финишировал четвертым, и китайцы даже выдали денежный приз за четвертое место, тысячу юанин, чему я был крайне удивлен. Вот у нас в России, наверное, такого не бывает. Всех гонщиков зовут на фейерверк. Наши друзья из Малайзии и Таиланда смотреть на него не хотят. По крайней мере на улице. Здесь, на улице, я не могу находиться больше пяти минут. Стараюсь сразу спрятаться в теплую машину или убежать в гостиницу. У меня на родине сейчас плюс 35. Как назло, салют не начинается. Не дождавшиеся окончания фейерверка, малазийцы и тайцы убегают. Куча эмоций. Я убил автомобиль, который мне дали. Я работаю в Харбинском отделении полиции. Специализируюсь по особо важным делам. Продолжение следует...